В часы бледного московского рассвета В часы бледного московского рассвета Ставали перед Воснецовым картины из давно им любимого Слово о полку Игореве Тут кровавого вина не достало Тут пирогончили храбрые русичи Сватов напоили, а сами полегли за землю русскую Нигнет трава от жалости А дерево от печали к земле преклонилось Не яростный бой занимал воображение художника Не шум сражения, а скорбный плач по героям Насыщенный живописной образностью Пронзительным чувством сострадания и гордости Об этом он написал одну из лучших своих картин После побоища Игоря Святославича с Половцами В этом произведении, полном поэтической грусти, живет душа русского народа Среди полевых цветов лежат два русских витязя в нарядных одеждах Лицо князя мужественное и спокойное, его глаза открыты Будто смотрят на зрителя и вопрошают о чем-то Сладокудрый юный княжесть, пронзенной стрелой самое сердце, словно спит И заранила жемчужную душу из храброго тела Художник, увлеченный древностью, словно любуется доспехами и одеждами Их краски – зеленые, синие, желтые, красные Под стать полевым цветам, а также певучие, как природа, воспетая в слове и в картине А дети бесовые скорчились в позах, сохранивших предсмертную муку Земля не приняла посернувших на ее свободу Медленно движется взгляд художника по необъятному полю Как бы приглашая и зрителей вглядеться, вдуматься в правду истории и красоту поэзии Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok